Руководитель администрации городского округа ИСТР Андрей Вихарев с рабочим визитом посетил молодое, но уже успешное предприятие «Еда на колесах», заводы которого находятся в Павловской Слободе и деревне Покровское. Так называемые фудтраки в основном приобретают рестораторы для передвижных точек питания. Среди покупателей немало знаменитостей, ведь это направление бизнеса становится все популярнее. За четыре года работы «Еда на колесах» реализовала более 350 индивидуальных проектов. Вот так выглядит наиболее популярная комплектация фудтрака. Вот один из вариантов фудтрака. У нас здесь теплый пол. Вот он как выглядит после года эксплуатации условно. Здесь высота потолков позволила нам два ряда полок поставить. Это холодильники, которые мы сами делаем. Мы сами производим холодильники. Вот здесь три двери. Это 780 литров холодильный стол. И получается у нас выносной холод, то есть мы КПД пространства подсоречницы используем максимально. Здесь компрессор мы не ставим. Здесь вот стоит алька-система, то есть это все автоматизировано. Проточный нагреватель и две кладовки. Кондиционер вот еще. Внутреннее обустройство выполняется с учетом пожеланий заказчиков. Сейчас, например, собирается будущая точка питания, где будет профессиональный гриль и уникальная система очистки дыма. Рестораны на колесах – далеко не единственное предназначение фудтраков. Дома, офисы, магазины, салоны красоты тоже могут быть передвижными. Мы уже делаем вагончики полностью устойчивые, которые работают зимой. У нас есть теплый пол, у нас тепловые завесы, у нас везде идет греющий кабель во всей системе водопровода, для того, чтобы это все не стало колом зимой. Также он до 21 квадратного метра и высота потолков максимальная. То есть там можно разместить много чего внутри. Это очень интересный формат. Мы запустили с метро Кэшенкерри магазины у дома. То есть магазин «Фасоль» мы полностью уместили в маленький вагончик, и он сегодня может приехать ближе к дому. Также вот мы сейчас запустили мобильные парикмахерские или педикюрные салоны, которые тоже в некоторых областях. Специалисты с города не едут, из-за этого сильно не развиваются сети сами. Вот эти мобильные бы, они бы уже подъезжали бы к поселкам, там оказывали услуги. Минимальная стоимость такой установки – 1 миллион 600 тысяч рублей. Начальная цена «Сэфудтрак» поменьше начинается от миллиона рублей. В завершении своего визита руководитель администрации Андрей Вихарев не исключил возможность появления ресторана на колесах в Истринских парках. Ребята о чем говорят? То, что мы сами не занимаемся и не выезжаем и не ставим. То есть это не наш бизнес. Наш бизнес – это производство. Но тем не менее у компании есть много партнеров, которые заинтересованы где-то в парках находиться или где-то на остановках. Мы формат сейчас поймем, так чтобы это было все в рамках закона. Конечно, будем обязательно приглашать на все мероприятия, которые мы проводим. Ну а также где-то можем и поставить какие-то компании, потому что это тоже нам интересно. И на мой взгляд, нашим жителям тоже будет приятно и посмотреть, и попользоваться. И мы посмотрим, кто там встанет. Какая-то вкусная еда будет. На территории муниципалитета работают крупные заводы с мировыми именами. Как мы узнали сегодня, с успехом соседствуют с ними молодые и амбициозные компании, вдохновляющие на развитие. Андрей Вихарев пожелал предприятию процветания и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Юлия Троицкая, Михаил Моралов, ИСТР РФ